ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крошечка, да, крошечка, хаврошечка, крошечка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СМЕХ Это, конечно, взаимная нелюбовь. Хорошая девочка Ота, хватит Ота, пошел домой Другие собаки так себя не ведут Другие собаки ведут себя хорошо Все, видишь, преграды на твоем пути Да, лежачий полицейский Лежачий полицейский Толь хочешь? А ты плохо себя ведешь Плохо себя ведешь Плохо себя ведешь А крош хорошо себя ведет Да Да, молодец, лежи Лебедь Решил снизойти до нас Вчера у нас здесь была экстренная уборка Началось тепло, началась весна Лесовая температура И у нас эти цели стены Не знаю, снимала ли там Вера Но вот здесь эти стены Буквально меньше, чем за сутки Максимум за двое Покрылись плесенью Вчера мы экстренно все это вымывали Оттаскивали всех перепелок Поэтому они сейчас здесь очень странно стоят Оттаскивали все на свете Вытаскивали полностью подстилку, меняли Все стены отмывали с антисептиком Очень много антисептика И скоро нам должно прийти специальное средство против плесени С которым мы снова обработаем систему Конечно, печально очень Первая бутылка, в которой все настолько печально Еще сделали вчера проветривание Открыли окошко Вот эта вот система Решетка тюремная Это чтобы айские чайки не вышли отсюда Сегодня надо убраться еще у перепелок Поменять им всем подстилки И я хотела сегодня еще помыть Поилки перепелок, эти банки Которые сверху стоят Потому что там не очень хорошая вода уже появляется Что-то скоро зацветет А еще я сейчас приду мазать мальчики на его сустав Потому что у него лапа очень печально выглядит Он почти на нее не встает Она у него изгибается под неправильным углом И сустав воспаляется Поэтому мы сейчас купили специальную мальчику для суставов Я сейчас ее помажу и помажу мальчики на кустах Он, конечно, будет против Но что поделать Тут у нас попадали все перекладины Силами усердных ястребов Но здесь вообще нужно прямо глобальную уборку Самое противное в глобальной уборке То, что вот сейчас Вот в этом межсезонье Здесь кое-где уже вот Ну, как бы Просто земля А кое-где лежит снег В перемешку со льдом И вот этот снег в перемешку со льдом То есть его отсюда Не выколопать никак Надо ждать просто, когда он оттает окончательно И после этого все вытаскивать Ну и с ветками у нас сейчас проблема Мы хотим все новых веток натаскать птицам Но большая часть веток Она в снегу И тоже заморожена Мы тут сделали попытку Мы не рубим Ну, стараемся, по крайней мере, не рубить деревья То есть у себя на участке Там совсем вот бурелом мы прореживаем немного Но из леса мы живые деревья не берем Мы берем только то, что упало А то, что упало Сейчас очень сложно достать Потому что все замерзло Вот так вот Омегу бы вот врачу показать Тоже, я думаю Тоже с суставом Потому что у нее сустав Но он давно был болезный Мне кажется, что там дальше Идут какие-то дегенерации Дегенеративные процессы Надо посмотреть Не отвалится ли у нас нога у ястреба Потому что это было бы очень обидно Это один из самых старых наших ястребов Она здесь с нами с самого начала И, честно говоря, не хотелось бы Чтобы и она у нас осталась одноногой Тем более, что если ноги от суставов Вдруг не будет То это вообще Это швах Тут даже с протезом ничего не придумаешь Можно показать тебя? Я пытаюсь отрегулировать приближение У меня не получается Вот, идеально Че ты трясешься? Ты трясешься от холода Или от ненависти ко мне? Ну вот, мне кажется Раньше такого не было с ногой Ну да, она сильнее, видишь Стала выгибаться назад То есть у него всегда была Причина того, почему она не выпускная Это травма ноги старая Она у нас птица стреляная была Кто-то подстрелил в молодости И из сустава достать пулю Не разрушив полностью сустав Не вышло Но мне кажется, что дальше идет Вот этот вот патологический какой-то процесс Я уже начинаю потихонечку присматриваться Кто из тех, кто живет в вольере Перспективен в будущем куда-то типа на выпуск Кто инвалид, а кто имеет некие шансы Мне кажется, тут не все безнадежно Вот, кстати, это вот одно сало А второе там от меня прячется Ну, короче, вот неясыть Какая-то из неясыти здесь была Типа бывшая домашняя Но уже вообще не милая Хотя недавно еще была милая А вон там злой ушан Который ему не нравится, неясыть И он бузит И делает страшное лицо А неясыть лезет к другим ушанам И такая Давайте я к вам, ребят Типа, чтобы она тут не заметила меня Скроюсь в толпе, скажем так Вон там командор Со своим полуслепым глазом Мы его называем полу-неясыть Потому что у ушастых сов глаза рыжие Но только не у командора У командора один глаз был травмирован И он черный стал А черные глаза Это как раз визитная карточка неясыти Серых И длиннохвостых Я этих серых неясыти Кстати, пыталась Сосватать Марии Маркиной Потому что она ими занимается Но как-то я потерпела поражение Потому что у нее сейчас тоже много работы И я так понимаю, что у нее нет пока ресурсов взять еще Еще сов Это что было? Падающие совы Поэтому пока они живут здесь Я этого вольера больше всего боюсь весной Я понимаю, почему Потому что мы здесь утонем Потому что вот этот вольер В прошлом году затопило просто целиком И я боюсь, что если Опять будет то же самое, что в прошлом году Когда резко потеплело И все потекло Я боюсь, что нам придется опять делать Водоотводящий ров по периметру Чтобы птицы просто у нас Не сидели посреди озера Смотрите, это галчиное дерево Вот еще галчиное дерево Да нет, они не особо на самом деле Меня боятся Они, естественно, не хотят общаться со мной Но Они уже привыкли в любом случае Это здесь почти все инвалиды Вот здесь, по-моему, особо и нету никого Сорок больше под выпуск, чем галок Галки, вот почти все, что есть Это все какие-то калищи Есть несколько штук, которые под выпуск Но абсолютное большинство Это с побитыми крыльями, без крыльев и так далее Я снимаю против солнца Поэтому здесь черную птицу против солнца снимать Это вообще преступление Но ничего не могу поделать Мы там погадками кидаемся Что за разборки? А, понятно, галка бьет сороку Сорока ругается Все нормально Ну, а, понятно, галка бьет сороку Ну, а, понятно, галка бьет сороку